Всем доброго дня из Эльнида! Мы только что приехали в Эльнида и решили себе не изменять и опять поселиться у черта не на куличиках. Это где-то место находится в 40 км от самого Эльнида. Здесь нет электричества до 6 вечера, здесь нет Wi-Fi, горячей воды естественно, но покажем вам что здесь есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Но мы выползли из своего логова и решили узнать что же здесь есть. Буквально пять минут спускаешься вниз и ты на пляже, на пляже Ида. И здесь на самом деле очень тихо, настолько тихо, что мне сейчас не хочется говорить очень громко. Ну потому что вот если я сейчас остановлюсь, вот тишина, да. Многие сюда за этим и едут, мы в том числе, такие же дураки, приехали сюда за этим спокойствием, потому что в Эльниде очень много людей, а здесь их фактически нет. Здесь очень-очень много кемпингов прям вот на береговой линии, таких домиков, которые вы можете поставить свою палатку и жить. Либо вот в таком же отеле, как мы остановились, допустим, здесь их тоже много. Также здесь есть кафе. Вот мы сейчас только что покушали. Не то чтобы вкусно, но за неимением чего-то другого здесь вот, пожалуйста, три-четыре кафе, которые здесь прямо на берегу есть. Вечерком, я думаю, здесь очень атмосферно. По поводу туров. Вот если здесь посмотреть, здесь очень-очень много всяческих островов, и они к себе тянут безумно. И я вижу даже, что там, возможно, где-то есть кемпинг. Мы видели лист с турами, и там есть типа один из туров семь с половиной тысяч за человека. И я думаю, что вы будете путешествовать вот по всем вот этим островам. Мы этого не сделаем, к сожалению, но вам обязательно это делать советуем. То есть, допустим, приехать в Эльнида, там провести тур, а потом сюда приехать. Потому что выглядят эти острова просто безумно прекрасно. Фотографы, люди с дронами сто процентов оценят, что здесь можно сделать потрясающий пейзаж. Потому что они действительно чувствуются как нетронутые еще, дикие, не исследованные и так далее. То есть сто процентов советуем сюда приехать и ознакомиться. И, может быть, рассказать нам, каково это было. Потому что у нас просто не хватит времени на то, чтобы сделать и то, и другое. А мы сейчас пойдем прогуляемся до деревни, которая здесь единственная есть. Посмотрим, что будет там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нас довезли до порта Эльнида, откуда отходятся лодки. И, знаете, до сих пор очень странное ощущение от этого места. Здесь просто, не знаю, сотни туристов. И, видимо, из-за этого, из-за того, что все уже поставлено на поток, они зарабатывают на это много денег, им нужно заботиться о каждом туристе. От этого отношения у них, ну, такое, скажем так. Это прям очень чувствуется. То есть никто, не знаю, нормально не объясняет, не помогает. Это просто посылает куда-то и типа там иди найди сам. Вот. Ну, постараемся абстрагироваться от этого. И просто получить удовольствие от того, что мы увидим все-таки. Вот. Поэтому остаёмся на позитичке. Погнали! И мы приплыли в первую точку этого тура, которая называется Seven Commandos Beach. И первое впечатление – очень много людей. Очень много. Сам пляж находится в окружении очень красивых скал. Видно, что чистая бирюзовая вода. Но лодок здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Больше десяти лодок стоит. И на каждой почти двадцать человек. А сам пляж, ну, не знаю, метров, ну, триста длиной. То есть, ну, не очень большой. И там сейчас, вон, все ныряют. Все ныряют в одном где-то вот там вот месте. Видим там красивый коралл. Сейчас мы тоже пойдём посмотрим. А кто-то вообще сидит на лодках и ждёт. Вот так, пока. Субтитры добавил DimaTorzok Играничка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, мы побывали на первой локации... Второй... Ой, вторая локация... Вторая локация, это была Small Lagoon, маленькая лагуна. На самом деле, мне понравилось, несмотря на то, что было огромное такое количество людей, но виды потрясают, цвет воды потрясает, и... Ну, вообще-то прикольно грести на каяке, наблюдать за этими потрясающими скалами, лагунами и тем остальным. Ну, сейчас отправляемся дальше, возможно, мы сейчас еще поныряем здесь, успеем, потому что есть у тебя две опции, либо нырять, либо плыть на каяках. Надеюсь, мы еще успеем понырять немножечко, хотя бы пять минут, но мы видели там рыбок, и они очень были красивые. Нам, наверное, вот так надо... Вот, все классно, плывем дальше. Продолжение следует... Мы искренне попытались посмотреть в следующую локацию, там вся вода была в маленьких-маленьких черненьких планктончиках, и они, зараза, кусаются, как... Просто меня искусали всю. И... Там реально очень-очень красиво, но... Ну, вот ощущение, оно перебивает немножечко... Ну, как немножечко? Немножечко оно перебивает. Мы единственные девочки... Вы единственные, мы... Вообще единственные люди, кто решила себе пойти поплавать. Там парень, один француз залез, его ужалило раз в пять вполне, к черту я все это за темки... Ладно, пошли. Вот, а сейчас мы приплыли в последнюю локацию в туре А, и это секретная лагуна. Мы еще в нее саму не зашли, пока на пляже. И здесь очень симпатично. Саму секретную, ну, уже давно не секретную, лагуну стоит огромная очередь. Мы пока немножко почилим на пляже, а потом пойдем туда. Нам дичайше повезло, и мы остались в лагуне секретной, абсолютно одни вдвоем. Это просто мега круто. У-у-у! Вон там дырочка, в которую входит. Ну что ж, мы попробовали тур А, Вальнида. В принципе, нам, если честно, все понравилось. И разумеется, здесь много туристов, разумеется, здесь много людей. Но впечатления вы получите точно незабываемые. Хотя смотрите сами, ехать сюда или не ехать, если вы не хотите оказать в толпе туристов, то берите приватный тур и приезжайте в эти прекрасные места вдвоем. Вся информация о том, что мы делали, где мы жили, как мы добирались, мы обязательно, конечно же, как всегда, оставляем на нашем сайте. Поэтому ссылочка в описании. И увидимся с вами в следующем видео, ребят. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok